Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с полицейсками Ржевского отдела полиции на Советской площади Ржева задержаны двое граждан ближнего зарубежья, которые передвигались на автомобиле ВАЗ. При проверке документов установлено, что иностранцы пребывали на территории России нелегально. В ходе личного досмотра у подозреваемых обнаружены и изъяты 94 свертка с героином. Кроме того, в арендованной ими квартире обнаружено еще 176 свертков с наркотиком. В ходе допроса задержанные признались, что являются наркокурьерами и зарабатывают на жизнь размещением закладок. Сотрудники полиции задержали наркозбытчиков в тот момент, когда они развозили закладки по городу Ржево. Фигуранты задержаны. Возбуждено уголовное дело. В Вашнем Волочке сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ОМВД совместно с коллегами Вашневолодского отдела полиции при силовой поддержке сотрудников спецназначения «Гром» задержаны 34-летний и 38-летний мужчины, жители Санкт-Петербурга. Задержанные оборудовали в частном доме подпольную нарколабораторию, где выращивали коноплю. Дом специально освещен, установлена система вентиляции и орошения. Обнаружено изъято 4 полимерных пакета с частями растений и 4 полимерных мешка с веществом зеленого цвета. По данным экспертизы, в пакетах и мешках находилось более 600 граммов конопли. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты задержаны. Им грозит реальный срок лишения свободы. До 10 лет ведется следствие. 12 сентября во всем мире вспоминали тех, кто боролся с фашизмом на фронтах Второй мировой войны. Умер от голода и издевательств в концлагерях, охранял правопорядок и ковал победу в тылу. В этот день сотрудники регионального следственного комитета возложили цветы к мемориалам боевой славы и братским могилам. Решение считать каждое второе воскресенье сентября международным днем памяти жертв фашизма было принято в 1962 году. Дата проведения дня памяти определена не случайно. Именно с сентябрем связаны день начала Второй мировой войны и день ее полного завершения. Сохранение памяти о жертвах этой кровопролитной войны способно дать отпор идеологии возрождения фашизма.